На территории Приморского края уже третью неделю отмечается суточный рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. В среднем он составляет 26%. За последние сутки зафиксировано 88 случаев. О ситуации с заболеваемостью COVID-19 рассказала зампред правительства, министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко. Министр подчеркнула, что в Приморском крае коллективный иммунитет против COVID-19 недостаточный, поэтому для защиты от заболевания необходима ревакцинация. Рост отмечается в целом Российской Федерации в мире. Как и любой вирус, как и вирус гриппа, коронавирус непрерывно мутирует, образует новые штаммы разной степени заразности, контагиозности. И поэтому вот такие всплески заболевания на фоне отсутствующего коллективного иммунитета невозможны. В Приморском крае, к сожалению, мы констатируем, что у нас коллективный иммунитет недостаточно. На прошлой неделе составлялся 19% при рекомендованном от 60 до 80. Глава ведомства добавила, что основная мера, которая сейчас убережет граждан региона от заболевания – вакцинация и ревакцинация, а также соблюдение личных ограничительных мер, гигиена рук, масочный режим, социальная дистанция и избегание закрытых помещений с тесным скоплением людей. По словам экспертов, в Минздраве уже есть план развертывания коечного фонда на случай ухудшения эпид-ситуации. «К счастью, пока мы отмечаем рост за счёт лёгких амбулаторных форм, что создаёт больше дополнительную нагрузку на поликлиники. Крайне рассчитываем на то, что не придётся перепрофилировать стационары, а мы обойдёмся теми инфекционными койками, которые у нас есть». Дополнительно она напомнила, что в предстоящий эпид-сезон рекомендуется пройти вакцинацию против трёх инфекций – гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции для лиц старших возрастных групп, кто не прививался более пяти лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями.